Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, дорогие друзья, с вами портал sk2v.ru С вами Nalan, с вами IPTL И первый сет нашего сегодняшнего противостояния начнется буквально через мгновение Сессии Минато против ГАЭС РЗП, об игроках и о командах я, наверное, расскажу, когда все будут грузиться и так далее, далее, далее Потому что сейчас, я думаю, пора уже отписать о том, что можно и начинать Госустайл РЗП будет красного цвета, Минато будет желтого Напомню, что это по его семь и по его результатам Одна из двух команд, Госустайл или Каскад, получит прямую квоту на участие в основном сезоне IPTL4 Спасибо за просмотр! Ага, да, в часике уже пишут, судя по всему Так, стрим пошел Ну-ка Так, стрим пошел Ну что ж, кажется, все формальности улажены И мы начнем буквально через несколько мгновений Карта DualSide, как я думаю, вы успели заметить Желает, конечно же, менеджер удачи команда Поехали, друзья Напишите, пожалуйста, когда пойдет стрим Потому что пока, конечно, сексплитовская задержка не сбоила Но по моему опыту, работа с задержкой на Овне дисгодик так назад Когда там от меня тоже требовали задержку в 2 минуты на некоторых турнирах Мне очень страшно ее постоянно ставить Потому что с ней раньше было очень много проблем Сейчас, конечно, большое спасибо разработчикам иксплита За то, что они включили функцию задержки в премиум лицензию Потому что благодаря ней у меня теперь куда меньше проблем с настройкой этой функции Ну ладно, давайте лучше перейдем к игре Я не думаю, что вам сильно интересны рассказы про задержку Если она работает, то это самое главное Это самое важное Остальное, собственно, уже частности и мелочи На полу, на полу, как обычно Я сижу на ковре Пишет RZP Good luck Кстати, у RZP уже есть один all-kill на счету Он убил команду Kunatek Junior Которая, кстати, вчера, если вы успели заметить Если вы смотрели, точнее, этот стрим Была успешно выбита Коугуаром полностью с квалификацией на IPL Минато пишет ГЛХП Дима Даже по имени Он пошелал удачи RZP Ну и, собственно, Минато это очень опасный игрок Который делал all-kill команды FXOpen eSports Хотя нет, может не all-kill Но, в общем-то, да, он очень неплохо отличился во время этого кланвара Если я не ошибаюсь Вместе с CSC Крестом Протасом, которого тоже мы сегодня вполне можем увидеть И одного из двух таких своих сильнейших игроков Решили выпустить каскада на первый сет Посмотрим, как он отыграет Посмотрим, что он сможет сделать Собственно, пока можно вспомнить О том, какие команды были убиты по пути к полуфиналу Точнее, к финалу, прошу прощения, Венеров Госустайлы убили команда Пвнинг Кажется, тот матч я комментировал Также, как я уже сказал, Кунатек Джуниор Были убиты RZP-шкой И 3D Тут, конечно, Госустайлы отличились Но, в принципе, Госустайлом, если я не ошибаюсь Не привыкать выигрывать крупные лиги, потому что они уже побеждали На командной лиге CCL Организованы как раз-таки команды Каскад С которой они сейчас сражаются Вот такая вот своеобразная ирония Ну и, соответственно, CSC тоже Обошли не на неймовых ребят На своем пути к финалу Они убили MLTTT Gaming Весьма серьезную СНГшную команду Если не ошибаюсь Но с таким для полупро команд Весьма неплохим спонсированием Я все-таки считаю Все команды, которые здесь находятся Включая CSC и полупро Хотя, Госустайл и Каскад Наверное, ближе всего уже К званию полноценных Прогеймерских СНГшных коанд Кстати-ка Один забавный момент Дело в том, что В составе команды GS Имеется Skull Это Protoss И что-то мне очень сильно подсказывает Что это тот самый Skull Который был комментатором SK2V.ru Главный Но вот где-то, наверное, с недели две назад Команду SK2V покинул Вполне возможно, что он решил теперь Стать прогеймером Посмотрим Может быть, Госустайл и выпустят его сегодня Может, конечно, это и не тот Skull Но я в такие совпадения Чтобы нашелся другой Skull С высоким уровнем игры Да еще и Protoss Я, честно говоря, в такие совпадения не верю Стрим окей Игра только что началась Просто супер Спасибо, что рассказываете мне обо всем этом Ну и, собственно Минато ставил 15-ю хату И за это сейчас он может горько поплатиться Потому что у него только выбежали первые две собаки А здесь уже пришли 4 юнита от РЗП Но пока что при помощи Квены Минато довольно спокойно отбивается Тем более у него саночка на мейне На случай всяких подлянок У РЗП хата достроится Еще довольно-таки не скоро Секунд через 30-40 И, судя по всему, он решил временно оставить надежды О пропушивании желтого зерга здесь и сейчас Потому что сейчас он в первую очередь заказывает рабочих 19 рабов на 19 пока что Но у меня такое ощущение Что это соотношение несколько изменится в ближайшее время У Минато уже 2 квены и 2 хаты У РЗП пока что Хата только одна Что может его не огорчать, конечно, на данной стадии Да, красный зерк принимает решение Попытаться пропушить противника с бейлингами Посмотрим Чем в итоге это решение обернется для Минато Пошли бейлинг Неста с обеих сторон Минато тоже закладывает бейлинг Нест Посмотрим, во что сейчас пойдут заказы с личинок Может быть в рабов, может в собак Ну, да, рабы-рабы-рабы Агрессии от Минато не будет Бейлинг Нест скорее защитный Сейчас, когда вот эти 18 собак Бегут к базе желтого зерга И он это спалит Я думаю, что дальше Уже пойдет, конечно же, заказ Собачек и бейлингов И от самого Минато Чтобы отдефиться от этого пуша Но тут в очень интересном месте Начиная от морфиса 4 бейлинга Не видит ни одного из них в морфе Минато Я думаю, что нет смысла пояснять вам Что это означает Он по-прежнему заказывается дронами Но сейчас 12 собак все-таки ушло в заказ Но проблема в том, что здесь у РЗП собак уже 18 Еще и 4 бейлинга Да, вот, кстати, пошел морф бейнов уже и от Минато Действительно, защитные бейны с его стороны будут Но, по-моему, сейчас эти бейны долго не проживут Да, этим двум бейлинам придется сказать Пока Собачки, выбежавшие у Минато, моментально взрываются Бейлинги пока сейвятся Скорее, чтобы разобраться с еще большей частью собак оппонента Еще один хороший вошедший бейлинг от РЗП И последний живой бейнг Как же ты будешь сражаться? Ох, какой сейчас джекпот можно сорвать Ох, какой джекпот можно сорвать Но джекпот не сорвут походу Да, да, да От бейлинга погибла только одна, к сожалению, собака Сейчас уже сам РЗП Пошел дозаказываться рабами Соотношение по рабочим 29 на 29 По-прежнему равное Но у Минато сейчас дозаказ рабов Все равно больше И РЗП, видимо, решает, что Во-первых, ему надо отдеваться от возможных контратак со стороны Минато Во-вторых, ему, возможно, не помешает самому подпушить И заказывать еще 10 собак Правда, этот контратак сейчас вполне может убить Квину Да, так и происходит Минус Квина со стороны Желтого Со стороны Желтого зерба Он минусует Красного Этого самого замечательного юнита Еще 14 собак до заказа У игрока команды Каскад Клан не CSC, а КСК Вы знаете, я, в общем, некоторое время назад встречался с кланом CCC Так что после этого я Все это предпочитаю называть Все-таки CSC Просто мне уже импонирует такое произношение Тем более, это аббревиатура И здесь каждая буква, по идее, по правилам В английского языка Зачитывается Именно так, как она звучит в алфавите То есть все-таки CSC Ладно, это все мелочи жизни Потому что сейчас у Минато уже пошел заказ Spire Судя по всему, нас ожидает от него игра в муталисков А у RZP только-только достраивается Лэйр Пошел сейчас в эволюшене Грейд на плюс 1 на атаку рача Делается, собственно, сам рачатник И что-то это мне все наводит на мысли О каком-то готовящемся пуши со стороны Минато С грейдом плюс 1 на рачей Третья хата со стороны Желтого зерга уже была заложена И в ближайшее время, скорее всего, начнет работать Или не начнет Если RZP сейчас успешно ее пропушит Пошел грейд на скорость роучем Да-да-да, Infestation Pit Правда, вот сейчас, в данной стадии игры Мне кажется, Infestation Pit можно было и не заказывать Я бы на месте RZP все-таки пушил Хотя, с другой стороны, какой информацией обладает RZP о своем противнике? Он не видел третьей хаты Он не видит Spire Да-да-да, Spire никакого не замечает То есть он сейчас вообще не знает, что делает Минато Нам-то это понятно, что здесь, на мой взгляд, надо пушить А вот для RZP это не столь очевидно И ох, какой взрыв бейлингов прошел Знаете, а сейчас может и даже без муты выиграть Минато Просто потому, что сейчас очень хорошо ворвались бейлинги со стороны Желтого зерга 10 рабов завалили, просто 2 бейлинга Сейчас еще подлетит 10 муталей Да, знаете, сейчас очень опасно все для RZP Да не, это может даже сейчас конец будет О, минус квина Минус серьезное дотекание будет Все, больше на жесткое дотекание рассчитывать не приходится Сейчас еще собачкам побить рабочих на натурале и вообще было бы замечательно Все, ну даже не рабочих можно квину загрызть, например Что грызут собаки, что грызут собаки А, Минато просто мискликнул Ну ладно, квина все-таки не прожила довольно-таки долгую жизнь Еще одна, уже третья, по-моему, квина RZP скончалась в молодости 13 убитых рабов сейчас у игрока команды RGS Подлетают уже мута Все, по-моему, это GG Тем более, что у Минато там уже потихоньку начинает работать Скоро начнет, точнее, работать третья нычка Хотя нет, еще не скоро Потому что Минато сейчас предпочитает все-таки заказываться собаками RZP решает все-таки идти в атаку роучами Но проблема в том, что мута просто сгрызет все еще на подбеге Скажем так Потому что роуч уже сгридом на скорость Подходом это назвать сложно, скорее все-таки будет подбег Да, вот тут, конечно, они начинают грызть какую-то санку Но мы-то здесь столько, что все эти роучи никакого серьезного ущерба наносить не должны Да, минус еще роуч Все-все-все-все-все До свидания, RZP Тут RZP как-то отбился, что ли? А, понятно, снова забегание на мейт Сколько убитых рабов? 25 убитых рабов роучи из дотекания гибнут Здесь роучи, все погибли Ну что, RZP пора отдавать первое очко Каскаду? Да, тега происходит Уже пишет красный зерк GG Счет становится 1-0 в пользу Минато, скажем так Хотя, конечно, не только в пользу Минато, но и в пользу всей его команды Посмотрим, что подарят нам следующие матчи этого кланвара сейчас Госу Стайл нам предстоит выбирать, кого же им выпустить дальше Мы из Каскада, мы хотим так Ну хорошо, будете КСК Я думаю, так вам будет лучше КСК Минато И просто GS RZP Точнее, RZP, которого мы уже вряд ли увидим Итак, что у нас есть еще в сегодняшнем лайнапе от Госу Стайлов Василиск, очень серьезный зерк Скал Протас И Вад, он же Борода, человек, который, по-моему, является Эйсом этой команды Ну и, судя по всему, выпускать будут Василиска В надежде, что он сможет избавиться от Минато Потому что сейчас пишет Пэшкиу, менеджер команды Госу Стайл Что в следующем он выйдет играть зерк А зерк в лайнапе у Госу Стайлов сейчас единственный Вот у КСК Да, будем назвать их КСК В этом плане все повеселее Потому что у них, помимо Минато, в лайнапе еще три Протаса Хелиос, Десмаск и Крест Так что У них Если они напишут Протас В общем-то угадать, кого именно они выпустят Будет сложновато Итак, Василиска выбирает карту Белшир Бич Аминато считает, что ЗВЗ ему не нравится играть на Энтумде И следующий матч начнется через несколько мгновений Зимний Белшир Второй ЗВЗ за сегодня Звезда Ждем пока нас заинвайтят на карту Белый Ширпич Какие-то там небольшие технические проблемы возникли у менеджера Который занимается этим кланваром Кстати, друзья, ага, вот кстати инвайт Говори каскад, но это будет автология Каскад, 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 каскад Каскад Минато, просто каскад Минато Не С, а С Ну я знаю, что не С, а С, но Должен же я немножечко потроллить команду Хорошо, давайте будем называть Госу Стайлов Джи Эс Или Джи С Ладно, хорошо Каскад, но раз вы хотите каскад, то Будет вам каскад Будет каска Минато остается при своем желтом свете Цвете, прошу прощения А Василиск Любит играть с зеленым зерком Минато вроде бы факсо или назад вернулся А вот темная история, потому что там была какая-то машна Но Минато вроде бы играет одновременно За факсо и за каскад Минато остается при своем желтом свете Посмотрим в итоге, что же покажет Минато На этот раз Поехали, друзья Белшир Бич Самая холодная карта Из всего Мапула Госу Стайл Василиск CSC Минато Второе завозы за сегодня По совместительству Второй сет за сегодня Поехали, друзья Ах да, у меня для вас печальная новость Насколько я знаю Ребята из Вестерн Вулфс и Майер Ведж Договорились перенести Кланвар Он играет сейчас параллельно И поэтому второй КВ мы стримить не будем Я эту информацию еще в каком-нибудь промежутке между матчами уточню Но если это так То, к сожалению, после первого КВ мы стрим закончим Ага, ну и судя по всему О Блин, как же вас назвать Хорошо, просто пусть будет Каскад Имеет собственный Тим Хаус Сейчас, судя по информации в чатике Они находятся в большинстве своем там Интересно Интересно Тогда, я думаю, все-таки стоит начать Называть этих ребят полноценными прогеймерами Правда, Минато? Ты, конечно, уже FXO Минато Но я думаю, что вот этот оверлорд хранит верность Каскаду Что следует из твоего ника Может, Куско? Нет, по-моему, это уже небольшой перебор КСК, окей Как вы просили, друзья Вроде бы Эти ребята хотели, чтобы их назвали именно так Минато играет через Газпул Василис предпочитает 15-ю хату Я же поставил вам нормальную картинку на полскрин Да, поставил, все хорошо Минато IPL доигрывает за КСК и уходит Ясно, спасибо, Хищник Мне уже дали эту информацию в чатике Пул у Василиска Только-только был заложен Равно как и Газ Ну что, будет ли Минато агрессивничать? Минато, ты будешь агрессивничать? Ты будешь плохим зергом? Минато пока предпочитает качать Газ Только двумя ровами Что меня несколько удивляет Просто завтыкали Это какой-то хитрый план А? Стоп А, не, все нормально Минато желтый Мне почему-то на долю секунды показалось, что Минато зеленый И я опять напутал с цветами Нет-нет-нет В этом плане все хорошо Отменен сейчас, конечно, был Газ Второй у Игрока команды Каскад Экстрадрон Очередной Не хватало ему Лимита Под заказ Очередной пачки рабочих Как я понимаю Опять CSC Простите-простите Господа Каскадовцы Василиц же здесь После заказа Скорости собакам Газ добывать прекратил Вообще Минато, собственно Последовал ее примеру После Спида У нас никаких газовых Унитов не будет Скорее всего Сейчас нас ожидает Довольно-таки пассивное Начало завозы на Белшире Когда обе стороны Будут сидеть и дрониться Большую часть времени Каско Это интересный вариант Каско Минато Тебе нравится Такое произношение Твоего Ника Соотношение Проводчим Кстати 18 19 на 25 Не в пользу Минато Потому что Василиц к халяве Василиц ставил 15-ю хату И Минато сейчас Все-таки побежит С педлинками Его наказывать 14 песиков Было в заказе Собственно Василиц Чувствует Что что-то может Пойти не так Добавляет Одну саночку Которая может Помочь ему Отбиться Пошел еще и Эволюшинг С его стороны Начал Он Точнее Продолжил Он качать Газ Знаете Вот все это Сейчас Опять же Меня наводит На мысли О каком-то Роачпуше Но пока Предсказывать Что-либо рано 14 собак От Минато Тем временем Забегают Уже К ребятам Какие 14 Даже больше собак Просто спокойно Пробегают на Мэй Слушайте А это пробегание Собак Может взять Уже и покончить Сразу С Господином Василиском Хотя конечно Маловероятно Но Вполне возможно Два убитых раба Минус квины Хотя тут конечно Драка собак Параллельно идет Вместе с дронами Похоже Сейчас отпинывается Василиска Тем более что Вылупит сейчас Еще 20 собак У него И еще 20 собак Для Минато Станут серьезным Спасанием Но дроны Дроны 6 убитых рабов Ну что Счетчик отизменится Или сохранится На этом значении Судя по всему Не сильно много рабов Дальше погибнет Нет 10 Очень жестко Сейчас по моему Просил Василиска Соотношение Парабам Как-то Резко изменилось 27 на 19 Теперь На то же количество Рабов Впереди уже Минато Которые к тому же Продолжают заказывать Собак Но сейчас Это ему очевидно Необходимо Чтобы отбиться Вот этой контратаке А у самого Василиска Там делается Греть на плюс 1 Нарочий Ну и судя по всему У нас действительно Ожидает Родж Пуш В его исполнении Только теперь Ему надо Будет побыстрее Надрониться Потому что Уже сбил он себя Конечно же Тайминги Сбили ему уже Тайминги Пробегает сам Василиска С своими собаками Контратаковать В общем-то Как я понимаю Рабов он тут Ну да Не ножок Всего лишь парочку Убитых дронов У Василиска пошел Уже Родж Варен Как раз К тому таймингу Когда делается Греть на плюс 1 У него вылупится Достаточно серьезное Количество раучей Хотя Да не Все нормально У него 29 рабов Раучей наклепать он сможет Еще и 10 собак Сейчас в заказе У Василиска На случай Второй волны Песиков От Мината 10 собак Которые вместе с Санкой Я думаю Опять же От Пинатся Смогут От Каких-то подлянок Со стороны Желтого Зерка Стрим лагает И вай в чатике Так Стрим лагает Где у меня Эта штука Ой блин Я же не могу проверить С задержкой Лагает стрим Или нет Плохо Так Сейчас Ну в общем Пойдем другим путем Либо задержка Чуть больше 2 минут Либо действительно Стрим подлагивал Некоторое время назад Ну в общем Друзья Напишите пожалуйста Если есть хотя бы Один человек У которого ничего Не лагает То остальным У кого лагает Могу только посоветовать Прожать кнопку Ченж сервер Еще и смайлик Вай в чате Ну печально Это все друзья Если стрим падает Пишите об этом сразу Потому что Иначе я буду думать Что со стримом Все окей Василиск тем временем Он накопил уже Весьма серьезное Количество рочей Грейт на плюс 1 У них есть Ну что Василиск Атака Василиск Минато Кстати Уже успел добавить Леер Буквально через несколько Мгновений он достроится И судя по Четырем газам Он снова планирует Играть через муту Так что на месте Василиска Я пушил сейчас Да Василиск Похоже на Немного знаком Со стилем игры Минато Рочи сейчас выдвигаются К ним в затекание Будут линги Потому что рочи Без скорости Будут топать Очень много Очень долго времени Очень большое точнее Время До базы противника Фак е Пишут в чатике Ага никаких фу Значит все хорошо Вот собственно уже Рочи, Санко Тут и прочее веселье У Минато Но мне кажется Что здесь он может И не отпинаться Слишком много Здесь Василиска Слишком много Вот уязвимость Таких билдов А с муту К подобным пушам Весьма очевидна Василиска Эту уязвимость Понял И сейчас просто идет Ох как сейчас будет Тяжело отбиться От всего этого счастья Десять рачей Конечно это десять рачей Но здесь их девять Здесь есть пачка собак И здесь что самое главное Имеется еще и рачей Игреть на плюс один А у Минато в принципе Игреть на плюс один Тоже скоро доделается Но В общем то мне кажется Что Даже с учетом этого Досекания еще собак От Василиска Минато тут хорошенько побьет Да 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 GGVP От Желтого зерга Счет становится Один Один И в матче у нас появляется Очень серьезная интрига Потому что Один из двух Сильнейших игроков команды КСК Был выбит Только что И это такой Очень неплохой намек На достаточно Напряженный матч Возвращаемся тем временем В лобе Даже не знаю Не лобе это назвать А просто Основное окно Батлнета Не лагает Пишет в чате Не лагает Тогда что я могу сказать Друзья На Сайбергейм Сейчас идет параллельно Стрим Адольфа Суммарно мы вдвоем Но конечно наверное По большей части Адольфа Сейчас гляну Сколько у меня зрителей Набивает Ну скажем так Немножко забивают Канал Сайбергейму Я сейчас конечно Им напишу Что они жалуются на лаги Они попробуют пофиксить Но проблема в том Что Скорее всего у них там Пара серверов Очень сильно загружены Попробуйте нажимать Change Server От этого вполне могут Лаги и пройти Ну раз хотя бы У одного человека Не лагает Значит проблема Не на моей стороне Я вообще Со своей стороны Их никак пофиксить Не могу Только написать Сайбергеймовцам Что вот так В стриме Не очень 1-1 К сожалению Я даже со своей стороны Вообще никак не могу Посмотреть Есть ли у меня Лаги Потому что Это вот неприятная Особенность Эксплитовской задержки Единственная Неприятная Особенность Счетчик дропов У ней не посмотреть Нормально Выбирает сейчас Команда каскад Следующего игрока Которого Надо бы выставить Ну раз пишет Народ все норм То Я к сожалению Вообще ничего Не могу сделать Сайбергеймовцам Я написал Ага да Сайбергеймовцы Сейчас все На своей стороне Проверят Возможно В ближайшее время Пофиксят Посмотрим Что будет Дальше Кого дальше Выставят Каскадовцы Ага Минато Сейчас Пишет Что от него В часике Пишет Какой-то Кольт К сожалению Я такого Человека Не знаю В лайнапе Сейчас У Каскада Его нет Каскад 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 Каскадовцы Объявляют Своего Игрока Сразу Чтобы Не мучиться С тем Какой же Чтобы Госустелы Не мучились С угадыванием Какой же Из трех Процессов Пойдет играть Играть Будет КСК Хелиос И нас ждет ЗВП А на какой Карте Мы узнаем Совсем Скоро Ага Сайбергеймерсы Сказали Что у них Действительно Есть Технические Проблемы Но они Сказали Что они Быстро Фиксятся И буквально Через Пару Минут Лаги Должны У вас Пройти Я надеюсь Что это Вас Обрадовало До сих пор Госустелы Не могут Определиться Какую же Команду Фу Какую же Команду Какую карту Они вычеркнут Сразу после того Как они решат Нас ожидает Третий сет Сегодняшнего Кланвара В котором Кстати Внезапно Вклинился Садистик Не знаю Чего он там Ищет Но вот Хочется ему Посидеть В канале Кланвара Вертолет Да Друзья У меня тут Рядом с окном Пролетал Какой-то Вертолет Судя по всему Я просто Довольно Высоко Живую И из-за этого Иногда Приходится Терпеть Такие мелочи В общем-то Кстати Упомянуть Статистику Он мне посоветовал Отличную Звукоизолирующую Хрень Так что Я думаю Через Несколько дней Я ее приобрету И никаких Сторонних звуков Вы не будете слышать Только мой Нежный голос Хотя может И не совсем нежный Это уже Кому как Кажется Итак С карты Наконец-то Все определились Нас ожидает Шакурас Плато Для первого На сегодня Звп Кольта в Линэпе нету Потому что Он менеджер А А Ну тогда Все ясно Ждем-ка Пока Третий Сет Начнется Поехали Хелиос Будет Синим Процессом Василиск Сохраняет За собой Зеленый Цвет Ну что ж В пользу Какой команды Сейчас станет Счет 2-1 Или у нас Будет Ничья Все это Мы узнаем Буквально В ближайшие Несколько Секунд Все Зрители Которые Не слишком Любят Звп Могут Сходить За чаем Таких Вполне Может оказаться Довольно Много Потому что Звп Сейчас Действительно По мнению Многих Людей Становится Несколько Скучно В связи С тем Что Здесь Обычно Идет Полнейшая Сим-сити С стройкой Рабочих Обеими Сторонами Минуты До девятой Но я Таких Рабочих Или Допустим Нам Сейчас Продемонстрирует Василис Какой-нибудь Шестой Пул В ЗВП И Все-таки Покажет Что такое Интересная С самых Первых Минут Матча Что такое Интересная С самых Первых Минут Матча Игра Хеллес Сразу Выезжает Стайпи Лану Натурале В принципе Шакурос Это Идеальнейшая Карта Для Фордж Фаст Экспанда Так что Я совершенно Неудивлен Таким решением Но в принципе Давайте Не будем Забывать Про то Что Зергам Тоже Таней Довольно Удобно Ставить Быструю Третью Локацию Возможно Именно Поэтому Василис Выбрал Шакурос Едет Сейчас Хеллиас Конечно Разведывает Сначала На ближней По Земле Респаун Там Он Абсолютно Ничего Не найдет Что Звукоизолирующая Хрень Я не знаю Но Судя по Техническим Характеристикам Вы Скажем так Обворачивайте Ее вокруг Микрофона Но не обворачивайте Конечно Но ставите Рядом Так чтобы Она В общем Блокировала Звук Во всех Направлениях Кроме Того что Перед вами Кроме Собственного Прямой линии Между вашим Микрофоном И голосом Довольно Сложно Это на В словах Объяснять Прочь Наверное Один раз Показать И дальше Она собственно Блокирует Любые внешние шумы И вы Наслаждаетесь Тишиной В которой Слышно Только меня Ну ладно Сегодня у нас Не реклама Товаров Которые мне Советует Садистик Сегодня у нас Кланвар Поэтому я не думаю Что на эту тему Стоит так долго Разглагольствовать Василиск уже поставил Пул Играть он будет В пул хату Чтобы его Не зафотонили Видит он Что Хелиос Воткнул ему Пилончик На натурале Сразу едет Занимать Третью локацию В принципе Он вполне Может себе Это позволить Хелиос По идее Помешать ему Не успевает Да 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 Хата На третьей нычке Ставится Сейчас Побегут собаки И прибьют Эту надоедливую пробочку Уезжает Кстати Она сейчас Временно домой Василиск Вновь Сделает Экстрадрон А нет В предыдущих В играх Войму Экстрадрона Делал Минато Ладно Не суть В любом случае Сейчас Собаки Первым делом Отправляются На то Чтобы Убить Эту надоедливую пробку Перестраховаться Так сказать Василиск играет Через более Агрессивную версию Этого билда С Шестью собаками Вместо четырех Ну Скорее всего Они будут Использоваться В первую очередь Для контроля карты Неужели Василик сейчас Пытается Ими что-то сделать Нет Тут будет Сейчас Застройка Такая жесткая По-моему Это глухая застройка Здесь уже Никак эти собаки Не пробегут Да-да-да Так и есть Собачкам уже Никак не прорваться И они здесь Грызут Все это дело Только до появления Первой фотонки Которая достроится Уже через там Пять секунд Все-таки Вынудил Сейчас Василиск Отменить гейт Ох Нет Собаки все-таки Сумели Поагрессивничать Весьма неплохо Так Сумели Главное Сейчас Чтобы все пять Собак выжили Тогда можно еще Понапрягать Процесса на мейне Погрызть пробок Но понятное дело Что дотекание Здесь вообще Никак не пройдет Вот собственно И начинается Грызня Минус первая пробочка Сейчас Главное Сейвить собак Аккуратненько Сейвить И Василиск Не раз Давай-давай Мультитасчи Где третья локация На месте натурала Егей-гей Собачки пока что Все пять живы Отжимают У прежнего пробочек Но вот сейчас Появился зилок По идее С одним зилком Способны справиться Только шесть собак Так что скорее всего Да-да-да Сейчас эти псы Будут успешно Отжаты Хотя на счет шести Могу ошибаться Может быть пять тоже Способны Но так или иначе Псы отжали уже Три пробки Весьма неплохое достижение С учетом того что Еще Одна смертница Стоит в центре карты Ну и сейчас Наконец-то пошли В заказ дроны Квина Квина тоже Заказана Как я понимаю На Третьей Локации Нычка на натурале Тоже стоит Садист толкает Китайские товары Но в общем он так Примерно и сказал Вот эта штука Стоит в два раза Дороже Вот это делает То же самое Но в два раза Дешевле Что из них тебе купить Решай сам Я как-то так посмотрел На цену И примерно понял Какая из этих двух штук Из Китая Привет, Анн Как тебе интересно Стримить Такие игры Или все-таки GSL Корея лучше Но я не спорю Что на GSL Уровень игр Куда выше Это в общем-то Совершенно Очевидно Все-таки Корейский StarCraft Это Скажем так Куда более Высокий уровень игры Но Тем не менее За такими ребятами Тоже приятно понаблюдать Я в первую очередь Это считаю Для себя такой Небольшой тренировочкой Потому что Можно очень неплохо Поднять скилл комментирования Но и здесь Просто меньше челленджа То есть Если на GSL Ты там Не осветишь какой-то дроп Даже если тебе Там покажет StarTale Legend То Во-первых Сразу огромная аудитория Ударит тебя по шапке Во-вторых Это сделать там Гораздо легче Просто по той причине Что там событий Таких куда больше А здесь я практически Ну В процентах 80 случаев Успеваю за всем уследить Ну и плюс Действительно Игры Хоть и уровнем пониже Но все равно Скажем так Тоже с интригой Тоже интересные Хотя конечно Согласен Что GSL интереснее Так что за ними Понаблюдать Тоже вполне Вполне можно Ну и кроме того Эти игры я комментирую Из игры Могу дергать мышки Где хочу Смотреть те таблички Какие хочу В этом плане Это тоже удобнее Вообще Вот наверное Самая Хорошая лига Которая мне понравилась Которую я комментировал Это GSL Одновременно я сижу в играх И в то же время Корейский StarCraft Ну и в целом Я просто больше люблю Командные лиги Чем индивидуальные Здесь Есть элемент Майндгеймса Когда ты думаешь Какого игрока Могут выставить команды Соответственно Ну еще по нескольким причинам Мне просто командные Нравятся больше Ну и соответственно Для меня вот идеальной Такой лигой для стримов Был KSL Потому что там Во-первых командная лига Во-вторых корейская Во-вторых я ее комментирую Из игры Вот это просто для меня Был рай на земле Но IPTL тоже Очень интересно Конечно смотреть Ладно Давайте уйдем От этих рассуждений Пока мы болтали Как раз наступила Та самая девятая минута С которой часто начинается экшен Тут Twilight и Robotics Причем два Причем в Robotics Уже заказана призма Ну и летал овер Здесь от Василиска Который вроде бы Ничего супер серьезного Не успел видеть Да Twilight не был спален Robotics не был спален Здесь у нас похоже Будет какой-то Будет какой-то Blink Push С плюс два И с Подварпами с призмы Интересная разновидность Блинг Пуша Конечно тайминг получается Несколько более поздним Выхода Зато Вам не надо Ставить подварпилон На он сейчас все из Китая Я знаю Это был если что Троллинг Но Ладно все Хотя наверное Несколько некорректно Называть троллингом Просто такой легкий Подкол в сторону Садиста Все давайте наверное Закроем Тему Поделок для звукоизоляции У нас сейчас планвар А не обсуждение поделок И моих предпочтений В плане Игр Пять псов с мумом Зажимают зелка А так только шесть Ясно Спасибо Ладно Сейчас Очень неплохая пачка Рачей была Заказана у Василиска Он все таки Судя по всему понимает Что раз просто За такой стадии игры Сидит на двух базах То надо ждать Чего-то такого Весьма болезненного На свою голову Ну либо какие-то другие Зерговские места Например хвостик Тем временем Зилы Контролящие карту Успешно Разрываются Песиками в клочья Собственно Василиску сейчас Контроль карты И зелнак Жизненно необходим Чтобы как раз Понимать Что же к нему такое Идет Вот это да Смотрите Какой интересный Будет ход Сейчас на третью локацию Выдвинется протас Но здесь Висел овер Как я понимаю Поэтому В общем-то Должен сейчас Осознавать Василиск Что же ему там грозит Да он это осознает Уводит оттуда Всех оверов Посмотрите Вот этот пуф Он показывает Что Василиск понимает Какое же веселье Сейчас к нему придет На третью нычку И видимо намеревается Пойти в размен баз Потому что протасу От третьей нычки До натурала Топать куда дольше Чем Зергу Убить Две локации Синего игрока Сейчас будет пробита Фаржа И сразу после этого Я думаю Для Хелиоса все станет Довольно грустно Мы уже видели Вчера игру На IPTL Где Вот против Алына Правда тогда были Сентри и Морталы А не блин пуш плюс 2 Ну и блин пуш плюс 2 Это скорее просто Семи Алын А не чистая Алын Ну так вот Когда Зерг также пошел В контратаку И выиграл просто потому что Пост там не сумел Отбиться на мэне Видимо Василиск решил играть В нечто подобное Да-да-да-да-да Это минус Мейн Протаса Ну тот сейчас Конечно направляется На натурал Но Но свой натурал Он уже потерял Сейчас потеряет мейн Да какое Сейчас Все Мейна нет Натурала нет А у Зерга Ставится четвертая хата Правда Которая сейчас была Спарлена Сталкерами По моему Ставить ее в этом месте Это довольно глупо Все Протас мертв Он жив сейчас Только на своей армии У него даже красный лимит Ресурсы там Буквально на 1 до варп Пробки есть Пробок 8 На Еще 27 живых дронов Зерга Ну все По моему это конец Сейчас конечно там Хелиос как-то блокируется Фортфилдами Но по моему это Второе очко для команды Госу Стайл Которую сейчас ей принесет Василиск Но фортфилды конечно Еще будут существовать Некоторое время Здесь кстати у Василиска Уже и мута появилась И скоро еще и инфесторы будут Но мне кажется Так выходить во все Тоже не следует Потому что это Тоже может вам потом Проблемой обернуться Что вам не хватит просто армии Все Сейчас Хелиоса сгрызают Это 2-1 для Госу Стайлов Он пишет GG Ну что Интересный конечно Такой способ контры Подобного рода Алынов и 7 Алынов От протасов Нам показывает Второй день IPTL Просто идите в контратаку И вы выиграете Но конечно на более высоком уровне Наверняка там Тоссы могут попытаться Отбиться дома Или просто оставить там Парочку сентрей Для того чтобы Накидать фортфилдов Но все равно Получается весьма Интересный такой Ход со стороны зерков Посмотрим Кого следующими Выставить Каскады Лично мне Они казались Фаворитами В этом матче О чем я собственно Уже упоминал Но сейчас Они проигрывают 2-1 Может быть пришло Время креста Либо Джокера На соответственно Минату Либо Джокера И так Опять Определяются Довольно долго Каскадовцы С тем Кто же Должен быть И следующим Ситуация Неприятная Если и следующий Игрок Проиграет Василиску То счет Будет уже 3-1 Придется Соответственно Последнему Пытаться сделать Почти Реверс Килл Точнее Три килл Соответственно Сейчас Нужен человек Который Просто Там С 90% Гарантии Сравняет Счет Слишком Сейчас Все это Для Госу Стайла Для Прошу прощения Каскада Опасно Почему нельзя Было сделать 2 центра И закрыть Рампу Можно Но Протесты На Апител Такого Не демонстрируют Согласен Конечно Такой способ Контритовцев Скихолонов Весьма Жиденький В этом плане Но Как видите На Таком Полупрой Или даже Прогеймерско СНГ Он работает Не поможет Но по поводу Не поможет Здесь я бы Не согласился Мне кажется Что такие 2 центри На закрывание Рампы Вполне Могут Оттянуть Время А если Вы идете В размин Бас То Именно Время Вам Нужно Чтобы Поубивать Зерга Реклама Покер На СК2ТВ Уже Третий раз Зрительная Это Обращает Внимание Этот баннер Покера Между играми Согласован С Адольфом Так что Собственно Не думаю Что Сейчас Стоит сильно На него Жаловаться Ну и кроме того Как я уже сказал Он только между играми Ну и он в принципе На мой взгляд Такой же большой И притягивающий Просто Это спонсор Лиги Меня очень сильно Просили разместить Их баннер Вообще Ставы ровные Обоих команд Шансы 50 На 50 Может быть Может быть Мне все таки Из-за Мината И креста Казались Каскадовцы Несколько посильнее Ладно Проверим там информацию По поводу второго финала Действительно ли Он играется параллельно с этим А не в 22.00 Если это так То это грустно Да Второй финал играется Параллельно С этим Там счет 1.0 Его стримят Какие-то французы Если я не ошибаюсь Так что Судя по всему Мы на него вообще Никак не попадем Три килл Может Трипл килл Как в доте Нет Спасибо Три килл Иначе придет Аликс И сделает Мне больно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Только оттянуть время Я еще раз говорю Если вы идете в размен баз Вам и нужно время Для того чтобы Убить зерга Так что Мне кажется Что в краске Сентри здесь Весьма рабочее решение Вот просто Именно этот протас Скажем так Решил ими не пользоваться По каким-то своим причинам И так Используется сейчас Как я понимаю Да 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 У нас будет Джокер На сессии Минато Третья завоза За сегодня В качестве Четвертого сета Которая пройдет На карте Охана Команда Каскад Использует Джокер Выставляет Минато И сейчас Нас ожидает Реванш Точнее попытка реванша Минато против Василиска Ну и судя по всему Если Минато Сейчас проиграет Дальше выпустит Креста И так Минато Минато Желтый зерк Василиск Зеленый зерк Картинку я сейчас Вам включу Нормальную Не пугайтесь Вот и она Кстати Так Секундочку Кое-что проверить Вот да Все Отлично Пишут уже игроки Друг другу ГЛХФ Минато В FXO Судя по По условиям Контракта С Каскадом Минато будет Доигрывать за них Квалификации На эту лигу Соответственно Если В этом матче На IPTL Каскады побеждают То Минато Уже окончательно Становится FXO Минато Если в этом матче Каскады проигрывают То он будет Играть за них Еще до окончания Собственно IPTL До тех пор Пока они Не вылетут Не вылетят В сетки лозеров Или не пройдут там Пока идут Заказы дрончиков С обеих сторон Сейчас мы Наконец-то узнаем Какие билдордеры Изберут Два наших игрока Ага Пул От Василиска По-моему Он в пул играет Вообще Все игры Хотя А была 15-я хата В игре против Минато Или нет Сейчас уже не вспомню Ой Ладно Минато пишет ПП Как раз у нас Будет время Повспоминать Ну и кстати Сам желтый зерк Тоже заложил пул Сори Гоу Сразу же приходит ответ Все Продолжает игру Минато Наун Почему ты так резко Перестаешь говорить И создаешь тишину На стриме Хорошо Я постараюсь Над этим поработать Да Наверное Стоит Наверное Несколько Более логично Завершать Предложение Перед тем Как я возьму Небольшую паузу Вы правы Иногда сам За собой Такое замечал Спасибо Что отметили Недостаток Постараюсь Это исправить Ладно Давайте лучше Перейдем К хатам Которые заложили Оба игрока После пула Газилочек Пока нет Ни у Минато Ни у Василиска Пул у Василиска Застроился чуточку раньше В принципе Никакого особого Преимущества Это не дает Хотя Квина она 10 секунд раньше Да не Вряд ли 10 секунд До заказа Хотя бы раз решат Газ от Минато От Василиска Газ позже По идее Пошел Ну что Будут какие-то Ринго-бейлинги Или у нас Суровая макро ЗВЗ Если Минато Проиграет То выпустит меня Ага Ну в общем Команда Каскад Уже раскрыла нам Все свои карты Если Минато Проигрывает То сейчас Отдаваться за всю команду Придется дес маску И делать 3 килл Посмотрим Посмотрим Что же в итоге Собрался делать Желтый зерк Со своей Милой хатчери Ну а здесь Василиск Уже настроил Свою вторую локацию Пошла инъекция Естественно Вылупится Квина Еще и на Мэйне Сразу же После того Как первая Ушла на натурал Газ добывать Василиск Перестал Сразу после Заказа спитлинков Минато Газ продолжает Качать Я думаю Это очень неплохо Так намекает На него Дальнейшие действия Ну что Минато Бейлинг Нест Да дружок Или Неужели Такой быстрый лейер Не 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 Бейлинг Нест Бейлинг Нест Ну Посмотрим Как придутся Желтенькие Бейлинги По вкусу Василиску Саночка Конечно Сейфовая У него ставится От пробегания На мейн 10 собак В дозаказе У Василиска У Минато В дозаказе Только 4 Бейлинг Нест Может быть Действительно Сейфовый Хотя Газ продолжает Качаться В серьезных Количествах 14 собак В дозаказе У Минато Все 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 Это пуш С его стороны Но Василиск Тоже не лакомшит Он Сейчас Сколько рабов На мейне качает На мейне качает Получается У нас 13 рабов Здесь На Натурале Качает 14 Да Нычки Конечно У Василиска Раскачаны Очень неплохо Суммарно 29 рабов Стоп А на газе Что только 2 Не 3 Значит я случайно Выделил Одного Раба с газа Наверное Ну В общем Нычки Конечно Раскачаны У обоих игроков Примерно одинаково И прямо Под оверлордом Василиска Морф Сейчас Бейлинги По-моему Это Называется Мистер Незаметность Ну в общем Василиска тут испугался Судя по всему Сейчас он Будет контратаковать Одними спидлингами Дальше переходить на рачей Вылупляются уже Бейлинги Надо сейчас Срочно убегать Василиску домой Потому что он может Огрести очень жестко Начинается замес Собак Причем Собак Василиска Здесь явно больше И да Он направляется В контратаку Дома Правда Не совсем понятно На чем он собирается Отпинываться Неужто пойдет Такой вот Размен бас Квинами Заблочить мейн Вот квинами Сейчас заблочил бы Мейн Василиска Выиграл бы Кучу времени Просто огромную Кучу времени Вот Минато Подобного рода Штуки догадался В итоге сейчас Минато здесь По-моему Василиска Убьет А вот Зеленый зерк Желтого Далеко не факт Что еще отобьет Конечно 8 рачей в заказе Это неплохо Но потерянная хата На мейне Это уже очень грустно будет А судя по всему Хата на мейне Все таки будет Потерянная 600 хп 500 400 200 Да Минус хата на мейне До свидания Ну что Сколько рабов было убито 7 и 7 С обеих сторон Количество убитых рабов равное Но Минато убил противнику хату Сколько рабов осталось 21 на 22 Минато конечно Одного раба больше Но у Василиска сейчас Жутчайшее отставание По экономике Будет из-за убитой хаты Потому что Сейчас Минато будет Раскачивать себе Экономику на натурале Василиска себе Ничего такого сделать не может Собственно Сейчас единственная надежда Василиска Это какой-нибудь пуш с врачами Возможно он думает так же Но Минато судя по всему Предугадывает Подобный ход мысли Зеленого зерга Добавляет сейчас Сразу 3 Санки Я думаю Если что Слингами на санках Отпинается от врачей С одной локации Да-да-да Василиска подвигается В атаку Видит это Минато И неужто Василиска не пойдет Сразу как-то резко Развернулся Тем более У Минато Даже не нужны собаки Чтобы это видеть У него еще овер Под натуралом Все Пошла атака Минато тем временем Уже разожрался по газу Настолько Что считает Что ему можно Закладывать себе Еще и Инфестейшн пид Но Инфестейшн пид Без Врачей Это по-моему Не самая лучшая история На месте Минато Я бы сейчас Все-таки Добавил еще Несколько саночек Ну вот собственно Что и происходит И Стоит обратить внимание На то Как Василиска халявит Он понимает Что жестко отстал По экономике Закладывает Плюс одну хату Помимо хата на мейне У него теперь еще и хата На третьей нычке Василиска переводит Рабочих на мейн Сейчас Удалось ли разведать хату На третьей локации По-моему нет Не успел точно заметить Нет Хата на третьей локации Разведана Там для этого Даже опять же Не понадобилось бы Посылать собак Есть овер Очень конечно хорошо Контролит карту Минато Громадой для него Это плюс Закопка Друзья знаете Мне это напоминает Опять же Финал Нести Против лосира Я его постоянно вспоминаю Одна из самых Одна из самых красивых Серий завоза Которую я видел Пусть она и закончилась Со счетом 4-0 Где Нести Инфесторами С закопкой Прибегал к противнику На мейн Выкидывал там 50 инфестор терранов И смотрел на то Как умирают хаты лосиры А в то время Как лосиры пытался Там судорожно Что-нибудь убить Мутой на мейне У Нести Вот у меня такое ощущение Что Минато Сейчас попробует Повторить успех Трехкратного чемпиона GSL И нас ожидают Именно Масс инфестор терраны С пухликов С закопкой Вот только один вопрос Куда они проползут Потому что Василиск Сейчас попытался Обмануть противника Сделать лейер На третьей нычке Но проблема в том Что обманка Немножко не удалась У Минато Тут висел овер Так что он этот Делающийся лейер Просто прекрасно видел Правда овер Оверу отомстили За то что он Все это увидел В Италии Сейчас какие-то линги Здесь пробежать От Василиска Как я понимаю Но нарвались на бейнов Судя по звукам взрывов Ну и сам Василис Кстати находит Третью локацию противника Которая тут Потихонечку делается Восемь инфесторов Уже скоро Совсем Совсем вылупятся Но я думаю Что они сразу начнут Свой разрушающий Подземный путь Куда-нибудь К базам Василиска Возможно на третью локацию Возможно на мейн А Василис Сам судя по всему Планирует пушить Еще плюс 10 рочей С грейдов Что не может не огорчить В данной ситуации Зеленого зерка Вошел инфестейшн пит Еще и от самого Василиска Минат конечно Сейчас отстал Жестко по лимиту Но и вот они инфесторы Но Минат сейчас Отстал по лимиту В первую очередь За счет того Что у него Очень технологичные юниты Инфесторы В то время как у противника Там грубые Приземленные рачи Да и парабам сейчас Да-да-да Мината все это время В рабов практически не вкладывался Раскачал себе натурал И доволен А у Василиска их уже 57 Вот вам и экономическое преимущество Два инфестора на третью локацию Судя по всему Будет по два инфестора На каждую нычку Или нет Все четыре здесь на мейн Ну-ка Да Все четыре на мейн Ну что А Нет Эти два инфестора Будут использоваться Как форсфилдеры Скорее всего Будут микозить подходящую армию У меня есть такое подозрение Иначе зачем им стоять возле рампы Нет 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 Два инфестора на натурал По поводу использования инфесторов Как сентрей Импровизированных Это показывал Дестини на своих стримах Используя Ну в принципе Может так же задерживать Войска соперника Как примерно форсфилдом Главное правильно Попасть микозом Выдвигается здесь пуш Уже Василиска Своей огромной рачевой армией Но инфестор терна Конечно его сейчас Выпилит очень жестко Это минус Все три хаты Скорее всего Тут конечно есть какие дарочины Но не забываем про то Что инфестор терна В ДПС Как у ядролисков Куда ты идешь Мината Не совсем понятно Куда сейчас шел Мината Своими инфестор тернами С таком коротким Временем жизни Но хаты остались живых Плохой был расчет Потому что Слишком мало было пухликов 15 рачей До заказа у желтого зерга Здесь просто лес санок Плюс еще микозы Я думаю отобьется Мината Пусть и с возможными Большими потерями Но должен отбиваться На таком-то лесу санок Да-да-да Вот сейчас уже Ситуация выравнивается Конечно рабов он потерял По-моему немножко Но самое главное Лимиты за все это время Сравнялись Потому что Сколько рабов сейчас на убивал 27 рабочих Суммарно убитым Мината Где-то 20 за все это время Сейчас еще к тому же Интенсатерны Постоянно развлекают Зеленого зерга на мейне Очень красиво По-моему отыграно было Хотя конечно Несколько криво Все это было рассчитано Надо было побольше пухликов Но сейчас уже выходила Контратака От желтого зерга Тем более что Здесь у Василиска Оставалось не так много войск Он написал джиджи Сколько у него Оставалось рабов 35 Да Задумка красивая Исполнение конечно Немножко подкачало Но это не помешало Минате Победить Счет становится 2-2 В матче Все больше и больше интриги Посмотрим Что будет дальше Продолжение следует... Черт Я думал Это из игры стрим Это стрим из игры Друзья Продолжение следует... Продолжение следует... Ждем пока команда Госустайл Выберет своего Следующего представителя Продолжение следует... Нал Налицо Мегуста Не, ну я конечно могу Пытаться сделать Мегуста Но по-моему У меня не слишком Хорошо получится Не знаю как получилось Оцените сами Не склоняется Мината Но пусть будет Мината Все равно... Не верьте Это не прямая трансляция Это идет запись Налана Да нет Это прямая трансляция Просто задержка в 2 минуты По понятным причинам В прошедшем времени Много говорил Вот я и подумал Ну когда я вспоминал Игру Нести И соответственно Ласира Которая была Чуть меньше года назад Если я не ошибаюсь 353 дня назад Но здесь я не уверен То... Неудивительно Что я говорю В прошедшем времени Ладно Насанавливайте На следующую карту Как я понимаю На... Госуставе Василиска Было... Пущен тоже Джокер И нас ожидает реванш Уже второй реванш На сей раз От Василиска Потому что счет сейчас Конкретно в этом кланваре Между игроками 1-1 1 раз Минато Убил Василиска 1 раз Василиска Убил Минато Следующая карта Клауд Кингдом Это их совершенно точно Последнее противостояние Кто-то один Из этой пары Сейчас улетит И соответственно Команда второго Получит Третье очко На кланваре Минато теперь красный Это показывает Его решимость Василиска Предпочел остаться Своим зелененьким Картинку я вам сейчас дам Не пугайтесь Вот и она Уже четвертый раз Вспоминают по поводу рекламы Покера на IPTL Наверное я больше не буду Рассказывать Что это все согласовано с Адольфом Пусть за меня это пишет чатик Просто так получается Я слишком много буду отвлекаться Во время игр Да он Толстые щечки Кажется до всех Дошла попытка моя Сделать мигусту Не самая наверное Удачная Ну что ж Посмотрим какие билды В третий раз Исполнят Василиска И Минато Кстати друзья Я бы на вашем месте Знаете Болел бы За Командную Госсу стайл Хотя можно И не за Госсу стайл Дело в том что Если Минато проиграет То дальше От госсу стайл Точно выйдет Протас И у нас вполне может быть ПВП Если вы не любитель этой Зеркалки Я думаю что в принципе Конечно у этого матча Есть и любители То Можете болеть за каскад Если вы соответственно Хотите посмотреть ПВП Либо хотите Соответственно Просто Полюбить команду Каскад Можете конечно Полеть из-за нее Я ни в коем случае Не склоняю вас К Тому чтобы Родить за победу Какой-то конкретной команды Я абсолютно в этом плане Нейтрален Просто я думаю Есть определенный Процент зрителей Которым не хочется Вообще никакой вероятности Появления ПВП В сегодняшнем кланваре Закладывается хата Сейчас у обоих игроков От Минато Судя по всем Была хата После пула Соответственно Василийск Причел поставить 15 Достраивается Сейчас пул У игрока команды Госу Стайл Посмотрим что Будет делать дальше Василийск Посмотрим чем займется дальше Минато Или Минато Знаете Минато Нет Я пожалуй не буду говорить Какие у меня ассоциации С этим никнеймом Просто у меня сейчас Через обширный список ассоциаций В общем-то Представился образ Ринаты Литвиновой В голове Когда я услышал Ник Минато Но Я не думаю что Стоит вас посвящать Подробности Лучше давайте посмотрим На 10 собачек Которого заказал Василийск С ним у меня точно Таких ассоциаций Не возникает 10 песиков Василийска Уже готово Газ он правда После заказа Спидлингов Не добывает Минато Минато Грасс продолжает Качать Вполне возможно Что вновь Будет от него Какая попытка Агрессии Бейлингами Собственно На этом Вполне Василийск Может его И поймать Потому что Напомню Василийск Разок Один из Зероков Точнее Сегодня Уже очень неплохо Затащил Предугадав Бейлинг Пуш Дальше Контр Контр Атаковав При помощи Лингов Еще 14 Собак За заказе У игрока Команды Госу Стайл Собственно Выдвигается Василийск Уже вперед Бейлингов Не будет Только Голые Собаки Только Хардкор У меня пока что Песиков Поменьше Но у него Очень богат Заказ Этих Юнитов Так что Я думаю На дотекании Отбиться Он будет Должен Начинается Здесь потихонечку Замес Сейчас Будет загрызена Скорее всего Саночка Но мне кажется Ковины Дальше разберутся Со всеми остальными Войсками Василиска От Госуставилов Выйдет Сиран Ну да Вполне возможно Что выйдет и Борода Но Вдруг выпустит Скала Кагияма Будет играть Нет Кагияма В втором Подразделении Госуставилов Подразделение Которое Называется Фу Госуставилов Каскада Прошу прощения Ну так вот Он во втором Он в Б-тиме Каскада Которая называется Каскад Молодые мальчики Это собственно Б-тима Была выбита Командой Импа Во втором раунде Сетки лозеров И собственно Она больше На клаверификациях К IPTL Как и на самой IPTL Не появится Очередной Замес собак Но мне кажется Иминанта и здесь Без проблем Отобьется Так что Сейчас Планы Василиска По-моему Немножко Не оправдались Тем более Что сам Мината Уже закладывает Бейлинг Нест И сейчас Контратака С бейлингами Может Василиска И похоронить Вполне ГС еще РЗП Не выставляли РЗП Уже был Выставлен И уже Умер Так что К сожалению РЗП Мы сегодня Уже не увидим Мината 3-2 3-2 Ну что Пора Выставлять Эйса Госу Стайлы Сражение Конечно Получается Крайне Интригующее Но сейчас Эйсу Госу Стайлов Предстоит Сделать 2 Конечно С очень Высокой Вероятностью Можно утверждать Что это будет Ват Он же Борода Ну или как-то Почему-то Иногда Именно Вуд Но я думаю Что правильно Все-таки Назвать его Ват Тем более Что он сам Писал в чатике Ну аж Троллил в чатике Что Он Что его ник Читается Ват Потому что Он играет Как Вата Подождем Вполне возможно Что нас удивят И все-таки Выставят Соответственно Господина Скала Кстати Если это Настоящий Скал То Я бы На его месте Немножко Я бы на месте Команды СК2TV Забеспокоился Потому что Получается Что уже Два бывших Члена Команда СК2TV Сейчас Находится В команде Каскад Каскад Молодые Мальчики Да Кажется До вас До вас Дошла Эта информация Со стрима Я просто Это уже Вижу Попеки В чатике О, а кто его убил Друзья У меня есть Одна небольшая Проблема А Все Про РЗП Я просто Уже Пытался Вспомнить О каком О ком Я говорил Что его убили Несколько Минут назад РЗП Убил Если мне не изменяет Память Все тот же Жестокий Минато После чего Вышел Василиск Сделал Два килл Но Минато Потом Через Череду Джокеров Выбил Дух Из Василиска Скажи Даблкил Я уже произнес Скажется Это Ну хорошо Еще раз Даблкил Итак Минато Даже не зная Расы противника Говорит Что не хочет играть На Метрополисе Ну скорее всего Конечно Это будет Борода По моему Иных вариантов Ну не то Что вообще Нет Есть конечно Еще возможность Появления внезапно Скала Но мне кажется Что борода Все таки Вероятнее Почему Минато Кто играет За каскад Если он FXO Повторяю За сегодняшний стрим Третий раз Согласно Контракту С командой Каскад Минато Обязан Отыграть За них Отборочные На IPTL И после этого Соответственно Он окончательно Переходит в команду FXO Испорт То есть Если каскад Побеждает Сейчас То Минато Уходит Уже Сразу Если каскад Падает В сетку Лозеров То Пока Там Не решится Пройдут Они Или Нет Минато Еще Играет За них Ну что ж Менеджер Команд Gotsustyle Уходит Достаточно Долгую Медитацию Узнаем В итоге Кого Выставит Кстати А Вату Я На канале Немного Не наблюдаю Кажется Так РЗП Есть Василиск Есть И все Давай Как Ой Я кажется Сказал Что-то не то Давай Как Дотер Трипл Ультра Рэмпэйдж Но Пока У нас Ни Трипла Кила Ни Ультра Кила Здесь Не было Рэмпэйдж И Бо 7 К сожалению Не бывает По Определению Скала Трепуем Ну что Выйдет бывший Комментатор СК2TV На бой Или все-таки Выпустит Вата Или Вута В общем Какого-то Та Чатик Пока Молчит Очень Как-то Долго Думает Пленеджер Команды Госу Стайл Ждем Больше Собственно Делать нам Нечего А Я знаю Чем нам Заняться Давайте Посмотрим Какие Результаты На соседнем Кланваре В соседнем Кланваре Счет 2-2 Тоже Интриги Довольно Много Но Там Команды Чуть Менее Известны Для СНГ Штавра Зрителя Играют Некие Вестерн Волвс И Май Ревенш Там уже Тоже Пошли Замены И прочие Подлости С обеих Сторон Ну что Немного 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 Все Все Кто не видел Давайте Но сейчас Немного Кланвара Сделать Сделать Скал Невозможное Скоро мы Это узнаем Да Конечно Выровень Комментаторов СК2 Твое Мягко говоря Не самый Низкий Итак Поехали Синий Зерк Се Семинато Красный Протас Госустайл Скал Так В табличке Вот так Все таки Надо поставить Ну что Мы начинаем Просмотр сета Который может Стать последним Если Минато Победит А может И не стать Потому что Бывший Комментатор Главный СК2 Твое Точка Ру Сейчас Будет тащить За всю Команду Госустайл Так Я картинку Вам дал Кажется Нет Нет Дал Все Хорошо Посмотрим Как он Выступит Пишет Пила Спрашивает Минато Кроссы ли Ну Судя по всему Не совсем Кроссы Все таки Как выяснилось Итак Добавляет Сейчас Минато Уже Пул Естественно Играть Он будет Сейчас Пул До хата Чтобы не быть Зафатонином Только После пула Будет поставлен Хэтчери А дальше Уже Возможно Абсолютно Все Ну и Скал Предпочитает Открываться Через Форжу Форж Фаст Экспанд От Протаса Команды Госустайл Невозможные Но здесь я Наверное Действительно Неправильное Слово Потребил Сложные Просто потому Что Уровень Минато Действительно Высок Так что Скалу Я думаю Придется Нелегко Пул У Синего Зерга Уже Достроился Пошли Первые Две Собачки Пошла Квина Ну а Здесь Скал Добавляет Свой Нексус После Форжи Ну и Естественно Состраивается Наш Любимый Протас Пошла Тем временем Хата От Минато Естественно Он ставит Ее На месте Третьей Локации Так как Скал Воткнул Пилон На Натурале Естественно Добавляется Еще и Фатон Пока что Застройка Выглядит Вполне Прилично Скальчик Чем же Ты нас Обрадуешь Естественно Плюс Две Хаты У Минато В принципе Совершенно Стандартный Билд Для Зергов Об этом Я уже Рассказывал Несколько Раз Второе Если не ошибаюсь ЗВП За сегодня Напомню Что Сейчас В этом матчапе Очень часто Бывает Такое Семь сити Минута До девятой Вполне Возможно Что мы Увидим Его И в этот Раз Переводится Восемь Рабочих На Соответственно Третью Ну По хронологии Вторую По месторасположению Третью Локацию У Минато А у Скал тем временем Пошла уже Кибернеточка Соотношение По рабочим 25 на 23 Протус Впереди Посмотрим Чем же нас Еще Обрадует Этот Замечательный Игрок Плюс Еще Одна Газилка От Члена Команды Госу Стайл От игрока Команды Госу Стайл Плюс Еще Девять Рабочих Минато Соотношение Сейчас По этому Параметру 32 на 27 Протус По прежнему Впереди Во что Ты собираешься Играть Друг Четыре Газилки Уже Вряд ли Это будет Какой-то Такой Жесткий 7 Вгп Кстати На Газилках На Мэйне Качает По 2 Раба Здесь 2 Раба Здесь Факаш 1 Раб Очень Интересно Добавляется Раба Тикс Делается Играет На Плюс 1 Фарже Знать Пока Это мне Больше всего Из того Что я знаю Напоминает Центри Имморталов Но для них Все-таки Наверное Даже Газа Требуется Побольше Чем 7 Рабов На Газу Уже 8 Прошу Прощения Да Да На Каждой Газилке По 2 Раба Я не верю В такой Завтык Это Скорее Всего Хитрый План Какой Сейчас Инкам По Газу У Скала Инкам По Газу Сейчас 336 Хм Но по идее Можно было Да Даже так Наверное Выгоднее На каждой Газилке По 2 Раба Потому что Если вы Отправляете По 3 Раба На 3 Газилки Вы получаете По моему Абсолютно Такой же Газовый Инкам Но при этом У вас Будет Занято На газу 9 Рабов Вместо 8 Просто Быстрый Третий Нексус От Играха Команды Госу Стайл Комментатор Главный СК2ТВ Теперь он Покинул Команды СК2ТВ Решил Стать Игроком В госу Стайлах Ну и в общем-то Пока что У него это Получается Видимо Очень неплохо Раз его Выпускают В качестве Эйса Тем временем У самого Мината Пошел Уже Роачварин Пошел Грейт На плюс 1 Рачан Сейчас У него 54 Рабочих 3 локации Уже Довольно Неплохо Раскачаны Но конечно Нет предела Совершенства Еще Десяток Рабов Бы на них Не повредил Заказывается Грейт На скорости Роачим Гидра Дэн Одновременно Неужели Мината Будет играть В каких-то Гидрорачей Но интересное Решение Мне кажется С появлением Первых Колоссов Или Психов Гидра Будет Рассыпаться Слишком Уж Быстро Пошел Кстати Сейчас Игрейт Плюс 1 На броню У Скала Грейта Плюс 1 На атаку Готов Еще Плюс 3 Гейта И Да Колоссни И одновременно Твайлайт Сейчас Сожидают Скорее всего Ну Как мне кажется Банальнейший Робоблинк Сталкер с Блинком И колоссы Ну и 10 Гидролисков Уже В заказе Неужели Мината Задумал Какой-то Гидрорач Пуш До появления У противника Серьезного Количества Колоссов Посмотрим Как Конечно Оно Нет Ну я конечно Понимаю Что там Мината Добавляет Четвертую Локацию У него Будет С 8 Газов Очень Неплохой Инком Но Все-таки Мне кажется Заказ 10 Гидролисков На данной Стадии Несколько Странноватым Еще И спайр Да Называется Выхожу Во все Ну Мината Еще и Параллельно Пушит Причем Совершенно Не обращает Внимания На Зилта Скала Который Прекрасно Все это Этого Зилта Игрок Команды КСК Дайте Сцельновод Где Коу Тащил Как я уже Сказал Пока что С водами Проблемка Они будут Только Завтра Потому что У Сайбергейма Были проблемы С водами Завтра Утром Я их Скорее всего Выложу Так что Пока что Нет К сожалению Ну и тогда Я думаю Я кину ссылку На новость Один разик В чатик Чтобы всех Оповестить Ладно У Минато Уже делается Хайв Судя по всему Это быстрый Какой-то выход Брудлордов Так как Я не думал Что с этого Спайра Будет сделаться Какая-то мута Вот просто Зуб даю Что это Скорее всего Какая-то попытка Выхода в инфестора Бруду Скал Что там Потихонечку Живет С трех локаций 67 рабочих На 69 Колоссов Скоро будет Уже довольно много Но интересно Что в итоге Будет сделать Соответственно Скал С быстрыми Брудами Если я не ошибаюсь Во что-то подобное Любит поигрывать Нерчо В ЗВП Старгейт тем временем У Скала Уже практически Достроился Скоро пойдут Войдреи Заодно делается И второй Грейт на атаку Грейты 1-1 Уже имеются В наличии Пошла сейчас От Игрока команды Гост Старгейт Тоже четвертая локация Они играют на развитие Фейспалм Нет, друзья Просто это ЗВП А в ЗВП Последнее время Наметилась Тенденция Что в минуты До 9-10 Ничего не происходит Тут правда Уже 12 минута И у нас вот такое Очень-очень жесткое Макро с обеих сторон Потому что Скал ставит Уже четвертую локацию Активно обстраивает Ее фотонками На случай Каких-то запеканий У Мината Там тем временем Уже пошли Пошла подготовка К брудам Есть наполовину Доделанный Грейтер Спайр Есть Караптер Скал по идее Грейтер Спайр Морфящийся Либо видит Нет, он видел спайр Он видел морфящийся Хайв Дальше в принципе Для него все понятно Поэтому он добавляет Сейчас флит бик Флит Да, бикон И в ближайшее время Начнет делать мазершин Для того, чтобы Контрить брудлордов Но еще и к тому же У него Имеет сейчас Весьма солидная Армия С гитовым мясом С колоссами Но нужны в таком случае Архоны Нужны срочно Чтобы контрить Эту самую бруду Мината, кстати Весьма расщедрился По рабам Еще 18 штучек В заказе Мне кажется Что таким образом Оптимальное количество Рабов для зероков 70-75 Он несколько должен превысить Да, да, да 86 рабов Это уже Несколько больше нормы Всего лишь 120 боевого лимита Все-таки на мой взгляд Это маловато Плюс 4 брудлорда Даже 5 брудлордов Сейчас в заказе У Мината У скала пока нет Ни Мамашипа Хотя он уже заказан Ни Архонов Плюс 6 гитов сразу Скала Психушка Ты же строил Твой лайк Если мне память не изменяет Да, блинк у тебя есть Психушка Скала Психушка Иногда она нужна Особенно Протасом Ну и тем временем Конечно же У нашего замечательного Игра команды Госустайл Уже делается Третий апгрейд на атаку Сидит он по-прежнему С первым апгрейдом На армор Вот такая вот Интересная армия Вдвигается сейчас От Мината Который зачем-то Убил своего роча Линки Гидра Инфестера И бруды Ну и еще там Буквально парочка рочей Может просто освободил лимит Подо что-то Мината Но два лимита А, под Квину Вполне может быть Под Квину вот На этой строящейся локации Потихонечку Пролетает уже бруда Нужен блинк сталкеров Ну по-моему Скала сейчас просто порвут Просто в хлам Просто брудами Инфестера конечно Имеются Причем в довольно больших количествах Да не, не У меня такое ощущение Что Скал может отдаться Прямо здесь Три колосса Это хорошо Но здесь просто Банально Мината больше Это тот случай Когда принято говорить Ауткласс Никакие фотонки Скала не спасут Потому что Бруды бьют дальше Фотонок Как раз таки тот случай Когда Мината Накопился Нажал оклик И убил Эйса команды Госу стайл К сожалению Получить Лавры Коу Скалу не удалось Да, да, да Минус Четвертая локация Вместе с ней скорее всего Минус игра для Скала Потому что У него там Конечно есть Какие-то даварпы Есть еще что-то Но Проблема в том Что зерга Тупо в разы больше 160 лимита На 120 По-прежнему Плюс 40 лимита Вылетает конечно Мазершип Но Мазершип Без архонов Тут тоже Немного стоит Просто 12 характеров В заказе И Мазершип Погибнет скоро Есть конечно Третий грейд на атаку У него есть еще Какие-то надежды У Скала Но я опять же Сомневаюсь Что он хоть как-то Поможет Даварпа это хорошо Даварпа это полезно Но мне кажется Не прокатится сейчас Вообще ничего У Мината здесь уже Пятая Сейчас будет работать Тислокация 83 раба Часть рабочих Он потерял Видимо В результате Каких-то действий Скала Нет Значит Может Просто отдал Где-то сам Хотя стоп Как отдал Еще раз в секунду 5 убитых рабов Был даже 86 А тьфу Постройка зданий Конечно Я что-то немножко Просто упочил 2 козилки Минус 2 раба Но еще где-то Минус 1 построил Саночку может какую Сейчас На Пятой локации Как раз таки Добывается газ Только газ У Мината У него конечно Очень жесткий инком По всем ресурсам Практически в 2 раза Превышающий инком Скала Для терков 90 норма Если не ошибаюсь Про геймера с вами Не согласны Они считают Что максимум Там 70-80 Но 90 Это уже перебор Просто потому что Не хватит боевого лимита Может я конечно Слово плохо Так было И так было Раньше Но по моему По прежнему Про геймеры Стараются больше 70 Но максимум 80 Робов не делать Подлетают Караптеры Сделал Мамашип Воронку Но нет архонов Чтобы убить караптеров И Мамашип Будет уничтожен Достаточно резво Сейчас конечно Эта гидра отдается Но основная действующая Сила армии Это инфесторы и бруды Сейчас Мамашип Погибнет Как только кончится Действие воронки Все вылезают караптеры Мамашип Ну-ка Мамашип Да он пытается сейчас Влететь Но караптер очевидно Быстрее Вот Минус Мамашип Вот и привет Брудлорды Брудлорды которых Уже 12 штук По моему Это как раз таки Как я уже сказал Тот случай Когда надо говорить Ауткласт Просто сейчас Без шансов Для Скала Проигрывается По моему Эта игра Он конечно Там тоже ставит Пятый Нексус Потихоньку Но он ему вообще Никак не поможет Минус Четвертый Нексус И да Скал пишет GG Этот кланвар Завершается Со счетом 4-2 Минато Все таки Сделал свой Рэмпидж Хоть он И был с Джокером Но Точнее Не рэмпидж Ультра Килл Минато Делает All kill Команды Госу стайл Если не ошибаюсь Там А Там просто Это были Джокеры Какие-то С их стороны Два очка Если я Ничего не Повтыкал Так 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 Секундочку Ну-ка Да 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 Одно Очкового Было потеряно Номинато Его соответственно Потом выпустили При помощи Джокера И соответственно Еще одно очко Госу стайлы Получили за победу Василиска Над Хелиосом Итак Команда Каскад Побеждает В квалификациях На IPTL Они проходят В основной Раунд лиги Госу стайлы Опускаются В сетку лозеров Правда Самый конец Этой сетки Бороться за Квалификацию Там Посмотрим Что у них В итоге Из этого Получится Ну что Если я не ошибаюсь После этой игры Так как каскады Прошли дальше Минато должен Сделав All Kill Окончательно Перейти в стан FX Open E-Sports SNG Хотя Точнее FX Open E-Sports EU Уже Потому что Появился Такой персонаж Как FX Baby Knight Ну и Собственно Не знаю Может быть Все таки Контракт с ним На все время Действия IPTL Но тут я не уверен По моему Все таки Только на квалификацию У нас есть Представители Команды Каскад В чатике Может они Расскажут 86 дронов Идеально Спасибо за информацию Некорсис Я постараюсь Учесть это Ну что Остается лишь Поздравить Команду Каскад Хотя Если Минато После этой Победы Уходит То это Ну немножечко Так себе Поздравление Немного грустное Для команды С проходом Все таки В основной Раунд Лиги Пожелаем Дачи Госустайну В борьбе За единственную Боту На всех В лузерах Посмотрим Как С результатами Второго кланвара Я думаю Нет смысла Врываться На середине Тем более Что там сейчас Счет будет Где-то На уровне 3-3